941 день войны. ВСУ ударили по 23-му арсеналу в Тверской области, а также по арсеналу в Тихорецке Краснодарского края. Взрывы напоминают ядерные грибы. Судя по карте пожаров, в арсенале 23-м горит вообще все, что там находится. А склад боеприпасов под Тихорецком интересен тем, что был хабом для северкорейских снарядов. Горит и взрывается там сейчас тоже, судя по всему, все. Подробности через минуту. В Курской области российский официоз отчитывается об успехах, но Зетканалы это опровергают, рассказывая, что продвижений у ВСРФ нет или почти нет. Украинская сторона продолжает хранить молчание, поэтому результаты их продвижения в Лужковском районе пока неизвестны. На Покровском направлении увеличивается количество российских атак, отмечает Дипстейт. Солдаты РФ все не заканчиваются и пока, как пишет аналитический ресурс, признаков истощения не видно. При этом Россия продолжает переводить штурмовики всех подряд, а также обманом заманивать граждан других государств в российскую армию и насильно их удерживать. Обо всем этом прямо здесь и сейчас в свежей сводке. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки. Поддержать канал финансово можно на сервисе Patreon, ссылка на который будет в описании, или купив NVPN. Вот попал. NVPN, это VPN, который я запустил. Он дает вам доступ вообще без замедлений, без чего бы то ни было, к YouTube. Обходят любые блокировки, в какой бы стране вы ни находились. Так что можете покупать с зарубежных карт, ссылка на это есть в описании, и с российских карт через Telegram. Ссылка на это тоже есть в описании, поэтому переходите, покупайте качественный VPN и заодно это и поддерживает канал. Ну а мы с вами переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Итак, новые удары в СУ. В СУ сразу разнесли два российских арсенала, точнее арсенал из класса боеприпасов. Это не очень удобно, потому что вы сейчас будете видеть, что все будут путать взрывы, что откуда, спутниковые снимки, что откуда и так далее. Поэтому ай-яй-яй, ВСУ нельзя уничтожать по одному складу за раз. Шучу, конечно, я. Уничтожайте столько, сколько сможете. Но да, два удара очень результативных. Опять же, судя по всему, это атака дронами, но среди них есть и реактивный. Тот самый, имя которого мы не будем произносить, чтобы не позориться. Итак, что известно на данный момент? Пожар виден в Тверской области после атаки БПЛА. Кадры сделаны жителями Торопца. Вы спросите, Майкл, какой Торопец? Торопец же уже сгорел. Во-первых, не факт, что он догорел. А во-вторых, да, это буквально там, ну что-то 16 километров, 10 километров, что-то такое. То есть вот это населенный пункт Октябрьский рядом с ним. И это очень близко к тому самому населенному пункту. Не Торопец, он Торопец, да? Вот. И там еще один арсенал. В общем, жители вообще, Тверской области, я думаю, не думали о том, когда выбирали место для жизни или когда родились там и жили дальше, что их окружает столько арсеналов. Сейчас эти арсеналы, конечно, все горят, потому что на них содержатся российские снаряды, которыми бьют по территории Украины. Поэтому, как я говорил и говорю, держитесь подальше от любых российских военных объектов для вашей же безопасности. По данным Астры, 23-й арсенал Грау атакован беспилотниками вот в поселке Октябрьском Тверской области. Как сообщил губернатор Игорь Руденя, блин, бедолага, конечно, немножко, потому что он вот всю неделю бегает и рассказывает, как все под контролем. Игорь Руденя сообщил, что на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны, естественно, были сбиты БПЛА. Судя по всему, обломки беспилотников снова как-то этому сбитию активно сопротивляли. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории, говорит он. Вот взрывы, которые там есть, более того, спутники НАСА фиксируют большой пожар. Этот склад меньше, чем склад в Торопце, но, тем не менее, тоже достаточно большой и он весь в огне, весь в огне, извините. И, собственно, судя по спутниковым снимкам, как пишет тот же Ян Матвеев у себя в телеграм-канале «Карта и стрелочки», это был склад открытого хранения. Ну, то есть, там просто валялись везде боеприпасы, поэтому вряд ли что-то уцелеет. В общем, детонация происходит до сих пор. Не знаю, когда это все будет потушено, не знаю, горит ли до сих пор Торопец. Торопец, опять же. И да, мы видим, что как бы Украина очень сильно нарастила свои возможности по ударам в глубь территории России, нанесению ударов по российским складам боеприпасов. Но это еще не все. Самый масштабный и большой взрыв, по крайней мере, по количеству видео и фотофиксации произошел в Тихорецке Краснодарского края, точнее, под ним. Да, все эти склады не непосредственно в населенных пунктах, конечно, находятся, а под ними. После атаки, опять же, был пожар и детонация. Местные жители сообщают об атаке на склад с боеприпасами. Глава города подтвердил атаку беспилотников. Как выяснилось позже, это горит склад с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края, сообщают местные жители. Согласно анализу Астра, в поселке находятся две войсковые части. Войсковая часть 572, 29 и 41. Местные называют ее Белый Сарай. Войсковая часть 017, 04. Вот вы видите разные виды оттуда. И, собственно, опять же, все это напоминает, конечно, если не ядерный взрыв, то, не знаю, фестиваль фейерверков. Интересно, что в этом арсенале, ну, то есть складу, на этом складе боеприпасов, судя по всему, хранились корейские. Я, кстати, не до конца пока понял, чем арсенал от склад боеприпасов отличается. Ну, наверное, когда у вас много складов боеприпасов в одном месте и, значит, проведены специальные какие-то работы по тому, чтобы их как-то обезопасить, это, наверное, арсенал. Черт его знает, напишите, вы же любите меня поправлять. Вот. Значит, этот склад, этот арсенал в Подтихорецком, он был основным хабом для северокорейских снарядов, тех самых, о которых много говорилось, тех самых, которые дают России серьезные преимущества в артиллерии. Об этом пишет, в том числе, и Z-канал «Военный осведомитель». Вот, что написано в этом Z-канале. Отметим, что еще год назад власти США сообщали о расширении складов в Тихорецке, в том числе и для хранения прибывающих боеприпасов из КНДР. То есть информация о значимости данной базы хранения оказалась у западной украинской разведки сразу, но для принятия мер по защите был почти год с момента публикации, особенно на фоне предыдущих ударов по другим складам в тылу. Тем не менее, противнику оказалось достаточно всего нескольких собственных дронов Камикадзе для поражения важнейших стратегических объектов глубоко в тылу, даже без помощи западных крылатых ракет, разрешения на удары которыми ВСУ так и ждут. Тихорецк уже далеко не первый арсенал боеприпасов, пораженный за последнее время, остается лишь гадать, играет ли какую-то роль в этом заявлении, про падающие осколки сбитых дронов. Один вопрос, если это просто заявление для населения, которое считают за идиотов. Другой вопрос, если в таком виде отражаются и в докладах, идущих наверх. Больше систем ПВО нам не надо, мы ведь все сбили, просто обломки упали. Форс-мажор, пишет военный осведомитель. Я бы даже сказал, удивляется. Тем временем, Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении 101 БПЛА этой ночью. Из них 53 в Брянской, 18 в Краснодарском крае, 5 над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному беспилотнику над территориями Смоленской, Курской областей и аннексированного Крыма, 16 над акваторией Азовского моря. Меня всегда удивляет, что самые большие разрушения почему-то в тех районах, про которые российская страна пишет, что там было меньше всего беспилотников. Ну, то есть, вот, например, там, 6 над акваторией Азовского моря. А куда они летели? Что они делали? Зачем они летели? Непонятно. 53 в Брянской области. Окей, чем дело кончилось? Ну, то есть, куда они? Да, они в итоге, где они завершили-то свой путь? Не очень понятно. А вот в Тверской области, да, они говорят, 3 беспилотника всего было, сбили все 3, да, ведь, ну, местные власти тоже говорят, что все сбили, да, это обломки, будьте вы прокляты, обломки. Короче говоря, обломки беспилотников, похоже, одно из самых результативных оружий в этой войне. Наверное, нужно завести одну отдельную колонку, типа, ну, как знаете, есть там, уничтожено танками, уничтожено ракетами, уничтожено обломками беспилотников, потому что это оружие оказалось по силе мощнее чего-либо, что мы когда-либо видели, по крайней мере, если мы берем масштабы. Но если говорить серьезно, то, конечно, уничтожение трех важных арсеналов на одной неделе, это безумие абсолютное, это сильный удар. Вот я как раз вчера говорил, что не до конца понимаю, что 30 тысяч тонн, боеприпасов это сколько, мне действующие военные примерно рассказали, что это такое, и это гигантский, это очень много, это просто чудовищно много, это невероятно много, я не знаю, ну, это просто очень-очень и очень много. Да, еще два склад с боеприпасами в минус, вот по поводу вот этого 23-го Грау, я не знаю, был ли он каким-то суперважным или нет, но по поводу того, который был под Тихорецком, это, безусловно, довольно важная история, потому что там, судя по всему, хранилось очень много северокорейских снарядов, тех самых, которых миллионами буквально поставляет Северная Корея в Россию. Я думаю, это должно существенно повлиять на линию фронта, потому что, собственно, артиллерийские снаряды и вообще количество боеприпасов — это российское преимущество. В России есть несколько преимуществ, выглядят они следующим образом. Авиация и возможность эту авиацию использовать, да, то есть это ФАБы с МПК, это огромное количество самолетов, которые все это могут делать. Второе — ракеты, ну, то есть, типа дальнобойные ракеты, которые в России есть, что называется, в ассортименте, которые они продолжают производить, используя западные комплектующие, потому что санкционный режим, хоть и достаточно строгий, но, к сожалению, соблюдается не так хорошо, как хотелось бы. Я надеюсь, что в этом направлении будут западные страны работать. И третье — это, конечно, количеные показатели вот всех-всех номенклатур. Танков, БМП, БТРов, количество буксируемой артиллерии, количество снарядов для всего этого, да, то есть всего этого у России, к сожалению, больше, причем сильно, да, причем Россия это не сама произвела, и не на ее складах это было, а это в том числе поставило ей Северная Корея, у которой, ну, то есть, артиллерийские боеприпасы в очень большом количестве, они очень плохого качества, но, тем не менее, когда у вас их настолько много, вы можете потратить, там, не знаю, в день в 7-8 раз больше, чем такой же расчет ВСУ, то какой-нибудь да попадет, да, по окопу украинских сил. И в этом смысле, конечно, уничтожение российской логистики складов с боеприпасами, это очень хорошая история. Интересно, почему так эффективно, ну, то есть, правда, за вот неделю три арсенала, это очень много, почему Россия ничего не может с этим сделать, действительно ли здесь все дело в реактивном дроне, потому что, ну, то есть, в чем была история, как уничтожали реально дроны, когда уничтожали, они летят, и они летят на очень маленькой скорости, и из-за этого их можно там достать вплоть до стрелкового оружия, особенно, когда они идут на снижение. А вот реактивные дроны, они летят уже намного-намного быстрее. И в этом смысле, я думаю, что, конечно, реактивные дроны очень серьезную роль в этом сыграли, и фактически они стали заменой дальнобойных ракет. Ну, что касается складов под городом Торопец, аналитик Дефмон на основе анализа спутниковых снимков, мы вчера с вами их рассматривали, но я говорил, что я не специалист, поэтому подождем, пока кто-нибудь посчитает за нас, оценил последствия налета на 107-й арсенал следующим образом. 27, ну, как бы укрытий, полностью уничтожены под 0, 6 повреждены, 7 без видимых повреждений, статус 3 неизвестен. То есть, действительно, от 50 до 70% уничтожено просто в мясо. Более того, я видел интересную публикацию от Z-канала, где он говорил, что он задавался вопросом, а как же так, как вообще даже дроны могли пробить вот эти бетонные укрытия. И вот к какому выводу он пришел, что поскольку на снимках видно, как рядом с этими бетонными конструкциями стоят снаряды и боеприпасы, судя по всему, они сдетонировали, и уже от них сдетонировали боеприпасы внутри самих складов, и поэтому никакой, что называется, бетон не помог. Так это или нет, я не знаю. Наверное, когда-нибудь там через пару недель мы увидим какой-нибудь детальный анализ, который даст нам ответы на все вопросы, но пока можно только приветствовать успешную украинскую тактику по уничтожению российских складов. Теперь перейдем в Курскую область. Минобороны РФ отчитывается о наступательных действиях в Курской области и невероятных успехах в районе населенных пунктов Любимовка, Дарина, Зеленый Шлях, Николаева, Дарина, Полстый Лук, Малая Локня и Плёхова. Кроме того, по информации ведомства, были отражены контратаки ВСУ на Кремяное, Любимовку и Малую Локню, а также сорваны попытки прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Это, честно говоря, хинея, не видно невооруженным глазом, потому что, ну, как минимум, там, в части прорыва границы мы знаем, что не только не пресечены попытки, но и что этот прорыв уже осуществлен. Однако, если верить Минобороны РФ, то зона боевых действий сместилась к трассе Суджа-Коренева рядом с Любимовкой, Толстым Лугом и Зеленым Шляхом. Однако никаких визуальных подтверждений рассказа Минобороны вообще нет, ровно как и не появилось подтверждений, заявленного накануне захвата российскими военными Дарьина и Николаева Дарьина. Напротив, воинблогер Юрий Подоляк, а Z-блогер, утверждает, что бои и за Дарьина, и за Николаева Дарьина продолжаются, а на других участках курского направления, по его словам, движение идет очень трудно, буквально по сотням метров в день. Что касается прорыва границы подразделениями ВСУ на новых участках в южной части Глушковского района, то, как пишет Подоляка, там действуют значительные качественные части, но развить успех в районе Веселого им пока не удается. Другой Z-канал, старший пограннаряда, уточняет, что Веселое по факту находится в серой зоне, а Новый Путь, Обуховка и Медвежья заняты украинскими военными. Еще раз, это пишут Z-каналы, а не, не знаю, я или украинские каналы, поэтому, конечно, информация Минобороны России, как это традиционно и бывает, не выглядит убедительной, по крайней мере, для меня. Ну а что касается того, что там реально происходит, к сожалению, невозможно сказать. Украинский военнослужащий, как я вам вчера еще рассказывал, ведущий телеграм-канал Офицер сообщает об успехах ВСУ в Глушковском районе и позитивных новостях из Подлюбимовки, но не приводит деталей, ссылаясь на режим полной информационной тишины. Судя по всему, действительно действует режим полной информационной тишины, потому что даже те каналы, которые давали какую-то информацию по действиям ВСУ и успехам ВСУ или их отсутствию в Курской области, это дело прекратили, ну то есть там реально практически ничего не сообщается. В Z-канале Осведомитель тем временем рассыщено видео уничтожения понтонной переправы через реку Псел около Куриловки в Курской области с помощью управляемого 152-мм артиллерийского боеприпаса Краснополь. Если раньше на Курском направлении уничтожались переправы, в основном наведенные в СРФ, то на этот раз идет речь о поражении украинского понтонного моста российской артиллерии. Телеграм-канал Досье Шпиона, наш любимый, долго молчащий, публикует коллективное обращение жителей Кореневского района к Владимиру Путину с жалобами на массовое мародерство в поселке Коренево, где, как они пишут, не было военных ВСУ ни дня. Вот что они сообщают. Все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие дома вскрыты и разграблены. Да, положением режима КТО разрешено беспрепятственное проникновение в любое помещение, но данный режим не дает права участникам совершать преступления, грабить, воровать. Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, в случае, когда во дворах имелись собаки и не пускали во двор, заходили в дома, магазины, аптеки, склады и выносили, вывозили имущество. Из текста обращения следует, что правоохранительные органы и следственный военный отдел не реагируют на заявление о преступлениях, предусмотренных 356-й статьей УК РФ, видимо, имеется в виду статья 356.1 «Мародерство». Награбленное имущество вывозится по полям и свободным дорогам в сторону Рыльска, а военная полиция бездействует или прямо потворствует мародерам. Отдельного упоминания заслуживает фрагмент об отношении к российским военным. Вот что там написано. Никто из жителей не был бы против того, что наши военные взяли бы продукты питания, возможно, что-то из особо необходимого для ведения боевых действий, лопаты, доски, пилы и тому подобное. С первого дня специальной военной операции жители всего при гранище поддерживали наших военных как могли. Все было нацелено на победу. Но то, что мы наблюдаем сейчас, не поддается осмыслению. Мы все пребываем в ужасе. Для нас наши дома, наша работа, наша земля – это вся наша жизнь. Мы все остались вне наших домов, практически раздетые и разутые. Многим вернуться будет некуда, так как нет домов, а те, кому повезет и дом уцелеет, придут голым стенам. Подлинность обращения не подтверждена, однако неоднократно до этого мы фиксировали на фото и видео с вами случаи мародерства в тех районах Курской области, где присутствуют российские военные. Напомню, в частности, были разграблены магазин «Светофор» в Глушково, магазин «Капитошев Коренева», «Салон связи» в Глушково, пункт выдачи заказов «Валберес» в «Званом». И, собственно, поэтому поверить в то, что российские войска мародерят направо и налево – не то, что просто, а, как бы, я считаю, это доказанный факт. Это довольно интересно, потому что люди в приграничье теперь столкнулись с российской армией, с которой столкнулась украинская сторона, с которой столкнулись украинцы, потому что до этого люди в приграничье сталкивались с российской армией, нарисованной в телевизоре. Смелые вояки, которые идут громить западные биолаборатории, защищать Россию от НАТО, громить нацистов, что там еще у них было, господи, Годзиллу, которая под Киевом спит, ну, наверное, я не помню. Какой еще ахинею несли по федеральному телевидению? И вот раньше они сталкивались только с этой армией, но иногда видели, как мимо проезжают какие-нибудь там колонны техники, которые едут в Белгородской области, в Курской области, едут туда, на фронт. И вот они столкнулись с настоящей российской армией. Настоящая российская армия оказалась мародерами, в которых нет ничего святого, садистами, которые убивают животных, чтобы те не мешали им мародерить. И увидели абсолютный пофигизм этих самых российских военных. Интересно, если теперь спросить этих людей в приграничье, а вот теперь, как вам кажется, буча это фейк, который сделала Украина, как вам рассказывали на федеральном ТВ, или все-таки правда, и российские военные мародерили там и убивали людей. Я думаю, что люди в приграничье ответят однозначно. И чем дольше будет война, тем больше людей, в том числе в России, будут сталкиваться с российской армией в разных ее проявлениях, и тем больше людей в самой России потеряют свою жизнь, кто в буквальном смысле, кто в переносном, когда будут обнесены их дома, уничтожены, не знаю, уничтожены их имущества и так далее. Поэтому, я думаю, что стоит задуматься этим людям, насколько они поддерживают происходящее. Но что будет дальше происходить на курском направлении, об этом рассуждает украинский военный аналитик Константин Машавец. Думаю, уже ни для кого не является тайной тот факт, что российское командование готовит на осень, октябрь, возможно, ноябрь, окончательное решение курского вопроса. В этом контексте следует отметить, что командованию противника для этого предстоит развернуть на курском операционном направлении неподручный конгломерат наспех собранных бригад и батальон на воздушных десантах войск и морской пехоты, способных решать ограниченный круг задач, а цельную структурированную группировку войск, основу которой должны составлять мотострелковые и танковые войска. То есть противнику необходимо в течение ближайшего времени провести оперативное развертывание на этом направлении определенного комплекта группировки войск, способного решить задачу по вытеснению ВСУ за пределы госграницы. Более того, в рамках подготовки к этим действиям россиянам придется достаточно серьезно переформатировать и свою систему боевого и оперативного управления в этом направлении. Уже сегодня достаточно очевидно, что существующая просто неэффективная, а я бы даже сказал неадекватная, пишет Машавец. Смыслом этого переформатирования, по-моему, должно быть выделение из состава группировки войск Север самостоятельного и независимого командования группировки войск Курск с прямым подчинением командованию всей объединенной группировки ВСРФ на юго-западном ТВД или вообще ГЭШ ВСРФ. Ну, главному штабу вооруженных Север-Российских ФСР. Как же я ненавижу аббревиатуры? Какие же они все, ну, мне кажется, излишние. Типа, что делать со всем этим сэкономленным временем на непроизнесении пяти-шести букв? Ну да ладно. Все это предполагает реализацию целого комплекса мер подготовительного характера. От обустройства будущих районов сосредоточения и развертывания войск до развертывания системы материально-технического обеспечения и логистики, будучи немаленькой группировки войск противника. И стоит отметить, что противник уже активно готовит и обустраивает должным образом район своих будущих наступательных действий на Курском направлении. Например, после поражения, критического повреждения мостовых переходов через Сейм в районе Звана и Глушкова, он снова навел понтонные переправы в этих районах и даже сумел восстановить мостовой переход в районе села Звана. Уже на сегодняшний момент общая численность российской группировки, действующей по тактическому направлению суджа, составляет до 40 с половиной тысяч и постепенно продолжает расти. Также, разумеется, в рамках подготовки к масштабным наступательным действиям в Курской области противник пытается действиями уже развернутой на этом направлении группировки создать себе удобные условия для дальнейшего сосредоточения развертывания войск, то есть взять под свой контроль определенные рубежи и районы. Очевидно, военно-политическое руководство так или иначе будет вынуждено заняться проблемой Курской области, пусть даже не прямо сейчас, а чуть позже. Это напрямую связано с операциями русских войск по всей восточной операционной зоне. В первую очередь относительно использования резервов, ситуация с которыми у россиян не такая уж и радостная, как кажется некоторым у нас. Понятно, что останавливать пока успешное для себя наступление на Покровском, Торецком, Кураховском и Кубинском направлениях российское командование не желает и вряд ли станет, по крайней мере в ближайшее время. Вероятно, основная часть оперативных и стратегических резервов противника подготовлена именно для этого, однако в этом смысле оно будет вынуждено считаться со следующими факторами. Если Курскую проблему, так сказать, запустить, то она может приобрести совершенно неожиданные формы и последствия. Медлить с ее решением это явный стратегический риск для Кремля. Очевидно, результаты Молчанского прорыва на 7 километров и Курская неожиданность явно не предполагались стратегическим планом российского командования на весну-лето 24-го года, по крайней мере в той форме, которая существует на данный момент. И да, это уже забирает войска и ресурсы, а главное резервы, которые должны были быть использованы совсем в других местах. Ну и с математикой у русских полководцев явно что-то не то, ну или с осознанием основных принципов оперативного искусства. В этом отношении я еще раз, пишет он, рекомендуем прочесть воспоминания генерала Гудериана. Если вы собираетесь куда-то прорываться, особенно в смысле глубоко, то вам важно иметь преимущество в силах и средствах не только в момент прорыва, но и быть способными поддерживать это преимущество в течение всего срока ведения операций, причем по крайней мере на участках и отрезках, где вы, собственно, и прорываетесь. В этом смысле настойчивое желание наступать одновременно на трех-четырех операционных направлениях ну очень дискуссионное решение, пишет Машавец. В целом, во многом вопрос сводится к тому, какие есть у России ресурсы, какие есть у нее ресурсы с точки зрения личного состава, то есть физические люди, и какие ресурсы есть с точки зрения техники. И вот здесь, конечно, споры не утихают. С одной стороны, мы видим очевидную деградацию российской армии с точки зрения наличия тех или иных видов вооружения и войск. Ну, то есть, например, мы видим активное использование мотоциклов вместо техники, что безумие. Сколько бы кто не защищал тактику штурмов на мотоциклах, она от пехот, но очень мало отличается. Да, мотоциклы эти просто отлетают вот так вот. Просто тум-тум-тум-тум. И да, иногда прорываются на этих мотоциклах, но иногда и пешком прорываются. Да, это вообще не показатель. Это показатель соотношения эффективности. Вот из всех штурмов, которые я видел, а я смотрю в том числе и Z-каналы, да, я вижу, что, конечно, шанс, судя по всему, доехать вообще до вражеских позиций на мотоцикле, он ниже 50%. Ну, вот из того, что я наблюдаю. Опять же, наверное, зависит от направления. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим какой-нибудь хороший и комплексный анализ, который поставит точку в этом вопросе, хотя для меня она, честно говоря, стоит. Мы видим по личному составу постоянные истории про то, что раненых людей людей на костылях посылают. Мы видим, что переводят в штурмовики тех, кто вообще под это не заточен и, по идее, ну, теряют ценных специалистов, отправляя их просто на мясо, они довольно быстро погибают. То есть это свидетельствует явно о проблемах с личным составом и с резервами в том числе. Однако, что говорит против этого? Против этого говорит то, что Россия все еще продолжает увеличивать количество атак по разным направлениям. Вот аналитики Дипстейт описывают ситуацию на южном фланге Покровского направления. По их информации, российское командование пытается осуществить прорыв в сторону Курахова. К востоку от него идут штурмы Георгиевки, Максимилияновки и острова, а севернее ведется перегруппировка сил в захваченном украинске. Как пишет украинский военный Станислав Бунятов, на Угледарско-Кураховском участке наблюдается насыщий Армагеддон. В СРФ наступают преимущественно на защищенных мангалами танков с десантом. В то же время МСУ, по его сведениям, не хватает артиллерийских боеприпасов, особенно кассетно, потому что российской пехоты много, как тараканов. Дипстейт отдельно фиксирует увеличение количества атак и не видит признаков истощения российской группировки. Вот что они пишут. Перегруппировка врага и рекордное количество атак за 19 сентября. Анализ атак. Как писали ранее, что враг после Курской операции начал активно бросать резервы на направлениях, словно война завтра остановится и нужно забрать как можно больше. Бесследно и вечно продолжаться продолжаться это не могло, поэтому 10-13 сентября произошла ротация на определенных участках и перегруппировка основных российских сил. Это создало предпосылки для очередного наращивания усилий, которые сейчас происходят. Вчерашний день, 19 сентября, пишут они 20-го, стал рекордом по суточному количеству атак за последнее время. Целых 226 атак. Дополнительно о росте количества свидетельствует и среднесуточное количество атак за месяц. В мае их было 122, в июне 125, в июле 143, в августе 145, в сентябре 170. По крайней мере, за первые 19 дней, если брать средние. По сравнению с маем, по плюс 50 атак в сутки, в среднем больше. Конечно, общий характер атак постепенно изменился, пишет Дипстейт, и моторизированных на пехотные, но каждое такое действие заканчивается потерями. К сожалению, пока противник имеет запас прочности и не видно истощения, которое ожидали в сентябре, пишет Дипстейт. И, собственно, да, это, ну, вариантов все еще два. Ну, то есть, типа, либо у России есть какие-то закрома, либо Россия идет all-in. Другое дело, что этот all-in, судя по всему, у них больше фишек, чем, например, казалось мне. с другой стороны, я в целом вообще не понимаю, как посчитать все это. То есть, до этого момента я пытался прикидывать что-то туда-сюда, до момента, когда CIT выпустили совместно с вашими историями публикацию, где оказалось, что подсчеты CIT относительно темпов набора добровольца были неверны. По крайней мере, те, которые они предоставляли в сводках. И они их скорректировали, теперь есть новые подсчеты. И оказалось, что ближе к истине были западные аналитики, которые считали по 30 тысяч там контрактников и неконтрактников в месяц. То есть, общего притока со всех видов вербовки, там, с тюрьмы и так далее. Сколько сейчас у России военно? Где они все прячутся? Где установлены? Ну, очень сложно. Очень сложно мне понять, по крайней мере. Может быть, вы видели где-то хороший анализ не на уровне предположений, буду рад ознакомиться. В любом случае, по косвенным признакам я все равно вижу признаки истощения или скорого истощения. О чем я говорю? Ну, вот, например, в дополнение к мотострелковому полку, который набрали из военнослужащих ВК СРФ, что безумие, это реально микроскопом гвозди забивать, и отправили воевать в Курскую область, в СРФ появился мотострелковый батальон фрегат. Еще раз, мотострелковый батальон фрегат, укомплектованный моряками, в том числе из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится в ремонте. Изначально фрегат действовал на харьковском направлении, но потом был переведен на Покровское. Вы понимаете, что это значит? Взяли моряков, раздали автоматы и сказали «идите штурмуйте». Это бред! Ну, то есть, с точки... Это может происходить только в критической ситуации. Почему? Потому что обучение моряка или обучение инженера в ВКС... Давайте так. Вот у вас там, не знаю, есть пекарь, да, который... Пекарь-кондитер, который делает вообще прекрасные тортики или еще что-нибудь. Чем там пекарь-кондитер, ну и вот этим, наверное. И вы его берете и посылаете чинить унитаз. И он говорит «В смысле чинить унитаз? Я не умею чинить унитаз. Я умею печь». Ему говорят «Нас это не волнует? У нас все в говне, все течет. Иди чини унитаз». Он говорит «А как? Ну, научишься в процессе». Вот что происходит. Примерно, понимаете? То есть, типа, когда вы берете моряков или ВКСовцев и отправляете их в штурмы, ну, то есть, это, это, ну, обычно это происходит, когда у вас уже, не знаю, столицу берут и вам некого просто. Россия это делает сейчас. Может ли это быть большой обман? Могут ли они это делать специально, чтобы мы думали, что у них нет резерв? Не знаю. Не видел ни разу такой хитрой стратегии ни от кого. Поэтому явно есть признаки истощения, точнее, не так, есть косвенные признаки того, что есть проблема с личным составом. Но, с точки зрения количества атак и количества пехоты в них, пока не видно, чтобы это истощение оказывало прямое влияние на российские наступления. Вот, наверное, самое подробное, что я могу по этому поводу сказать. Не знаю, ждем конца сентября, ну, то есть, в какой-то момент это должно прекратиться. Ну, то есть, иначе как, иначе что, иначе я вообще не понимаю. Ну, то есть, не знаю, пока вот реально есть две вещи, которые друг другу полностью противоречат, и где нет, ну, никакой возможности эти две вещи приравнять. Да, опять же, единственное, что может это объяснять, но это звучит слишком шапка за китайский, что все там, у России совсем последние силы, они сейчас вот эту атаку там дойдут, куда дойдут, если дойдут, а дальше все, ну, то есть, типа, дальше просто полетят в тартарары, и, как бы, не знаю, мобилизацию Путин объявит или еще что-нибудь. Вот такой сценарий могу предположить, потому что и видели мы подтверждение того, что и военные про мобилизацию уже Путина просили и так далее, то есть, ну, везде, просто везде, там, и повышение выплат за контракты, везде косвенные, прямые свидетельства того, что в российской армии недостаточно военных, но при этом атаки России, причем на самых разных направлениях, в них участвует все больше и больше российских солдат. Еще одна история, демонстрирующая источник, из которого российская армия черпает военных, это история про граждан Ганы. 14 граждан Ганы обманом вывезли в РФ и заставили подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Теперь их удерживают в Донецке и угрожают отправить в бой, пишут местные издания Три Ньюз и Кхана Веб. 11 из них, из этих ганцев, уже бесследно исчезли. 14 мужчин из Ганы 4 августа 24 года уехали из своей страны в Россию, как и не думали, на заработки в сельском хозяйстве или в охране, сообщают издания со ссылкой на самих мужчин. Их заманили обещаниями обеспечить хорошо оплачиваемую работу в России, но надежды на построение лучшего будущего сразу же угасли после того, как они столкнулись с реальностью по прибытию в Россию 6 августа, говорится в материале Гана Веб. Сразу после прибытия в РФ мужчин отвезли в Кострому и дали подписать трудовые договоры, однако к их полному шоку это оказалось соглашение о вербовке в российскую армию для борьбы с Украиной. После этого мужчин перевезли в Донецк. На видео опубликованном СМИ один из граждан Гана говорит, что мужчины были обмануты неким проводником Авраамом Бааке, которому они доверяли. Он же и сказал им подписать контракт СМО РФ, но так как ганцы не знают русский язык, они не понимали, что подписывают военные контракты. Также у мужчин отобрали паспорта. Мы не можем никуда выйти, даже если мы идем в туалет, военные будут следовать за нами, сказал один из ганцев на видео из Донецка, где сейчас, как утверждается, удерживают иностранных граждан. Из 14 ганцев, которые выехали из Гана ВРФ чуть больше месяца назад, сейчас известна судьба только трех. Остальные пропали без вести, сообщают местные журналисты. У нас нет опыта подготовки к бою. Мы умоляем, мы хотим вернуться домой. Пожалуйста, помогите нам. Мы спим на фанерах, и это так неудобно, говорят ганцы. Издание Гана ВРФ пишет, что обратилось в посольство России в Гане, но ответа от них не получило. То есть еще один вот такой способ вербовки. Вообще много сейчас, конечно, есть разговоров про мобилизацию, и, наверное, мы чуть-чуть эту тему все-таки затронем. Я не хотел делать отдельное видео, особенно учитывая, что довольно много и раньше ходило разговоров про мобилизацию, и каждый раз они не очень оправдывались. Я стал сомневаться и думать, что, ну, а вдруг действительно, как бы, не знаю, не было объективных факторов, а мы это все себе выдумали. Но как раз публикация Guardian пролила на этот свет, где сказала, что нет, военные российские действительно приходили к Путину, нужна мобилизация, нам нужны военные, а Путин сказал, нет, не хочу. Ну, то есть, типа, боюсь. Ну, то есть, он не сказал боюсь, но очевидно, что боялся. И в этом смысле, конечно, очевидно, что планы на мобилизацию были и есть, и что действительно в момент, когда в России наступит какой-то серьезный кризис, когда кадровый дефицит станет очевиден для вышестоящего начальства, и когда кадровый дефицит напрямую приведет к тому, что Россия не будет иметь возможности проводить наступательных действий или даже оборонительных, тогда, скорее всего, будет объявлена еще одна мобилизация. Точнее, мобилизация-то она как шла, так и идет. Еще один набор, большой набор на мобилизационные нужды. Более того, это обвалит экономику почти сразу, и все эти вот последние ниточки, на которых она висит, будут обрезаны, потому что еще 300-400-500 тысяч выбранных из экономики людей рабочего возраста просто, ну, как бы, не оставят экономике никакой шанса. Скорее всего, это приведет и к политическим последствиям, они вот и сейчас частично есть, да, например, жены мобилизованных сегодня должны выйти на митинг. Я не ожидаю ничего помпезного, важного и, что называется, увлекательного, но завтра, завтра с вами обсудим, чем закончилась история, связанная с митингом жены мобилизованных. Короче говоря, наверное, понимание того, что сейчас в российской армии с солдатами, это один из главных вопросов, которые есть. Потому что это напрямую влияет на стратегию войны против России, страны Украины, да, на оборону Украины, вот, нападение России и влияет на дальнейшее развитие этой войны прямо здесь и сейчас. Поэтому это довольно важная история и я думаю, что о ней имеет смысл нам с вами поговорить. Ну и напоследок, обнадеживающая история, 35 миллиардов для Украины. Евросоюз намерен выдать Украине кредит в размере 35 миллиардов евро. Предполагается, что он будет обеспечен доходами от российских активов, замороженных в Европе. Эти средства пойдут на финансирование бюджета и в частности на военные нужды Украины, в том числе на ракеты и дроны. Вообще, тема денег и помощи Украины, она немножко, на мой взгляд, неправильно воспринимается, потому что, как я представляю себе, основной затык, он не по деньгам вообще, он по масштабам производства, по возможностям. вот мы видели и видим до сих пор большое обсуждение помощи Соединенных Штатов по ПДА, где условно зависло 5,8 миллиардов долларов, которые, значит, будут обнулены в октябре, бла-бла-бла, на самом деле не будут, на самом деле там все продлят, помените мое слово, заскриньте этот твит, что называется. И там же основная проблема, как пишут западные издания, не в том, что Америка не хочет выделять эти деньги, там основная проблема, что не на что их выделять. Ну, то есть, те запасы, которые у Америки имеются, Америка воспринимается как запасы, которые ей нужны. И в этом смысле Америка не видит, чего бы еще она могла много выделить, чтобы не унесло урона по ее собственной безопасности. Я считаю такую политику ошибочной, я считаю, что Америка неправильно понимает собственную безопасность. Я считаю, что те же стоящие в пустыне Хабрамсы, просто 2,5 тысячи, которые ничем не заняты, их можно просто передать Украине вообще ни о чем не думая, потому что это, скорее всего, последняя война, в которой используются такого рода танки. Если дальше будут использоваться танки, то это будет совершенно другое, совершенно другая конструкция, совершенно другое вооружение. И много чего еще, на мой взгляд, есть на американских складах, чего могло бы быть передано Украине. Просто американская политика на данном этапе, что называется, об этом не сильно задумывается, точнее так, считает, что у всего из этого есть риски. Я надеюсь, что, конечно, смена администрации на администрацию Камала Харрис, как минимум, смена Джейка Салливана очень сильно изменит вообще отношение и с точки зрения эскалации, с точки зрения передачи вооружения, потому что часть номенклатуры, например, Украина не передается, потому что воспринимает, что это может увеличить эскалацию и, соответственно, Россия что-то там. Знаете, чего боятся штаты, насколько я понял, пообщавшись с разными людьми? Штаты даже боятся не столько, что Путин ядерку киданет, и, насколько я понял, эта концепция уже не очень разделяется в штатах. Фу-фу-фу-фу. Надеюсь, это правда и так и будет. Есть опасения, что Россия передаст врагам Соединенных Штатов и Западного мира в целом какие-то важные технологии или ракеты. Ну, условный там, Искандер передать Хуситам, да, или что-нибудь такое. Это вряд ли прям сильно технически возможно, то есть даже если у Хуситов будет технология, что они с ней сделают, или если у них появится, там, не знаю, один-два комплекса, тоже вряд ли, при том, что России самой нужны очень и эти комплексы, и любые другие, и она даже сворачивает некоторые свои экспортные военные контракты. Короче, опасения есть по поводу возможной передачи России и третьим странам вооружений, которые могут создать серьезные проблемы для Соединенных Штатов и их партнеров в разных регионах. Насколько это правда или нет, не знаю. Официальная информация об этом не появлялась, появлялись публикации в различных изданиях, но, как мне говорят люди, с которыми я переговорил, это одна из основных причин. В любом случае, будем надеяться, что подход изменится. Более того, мы видим наращивание со стороны Запада производственных мощностей по снарядам, по боеприпасам и так далее. И это, что называется, обнадеживает, но, опять же, надежда это здорово и классно, но каждый день промедление, каждый день, никогда этого нет, стоит украинским солдатам, защищающим своих родных и близких жизни. Это стоит жизни тем, кто находится в украинских городах, по которым прилетают российские фабы. Это стоит жизни тем, по которому прилетают российские ракеты. И это все довольно чудовищно, и я надеюсь, что все-таки какое-то восприятие Запада несколько изменится всего происходящего, и он нарастит свои усилия, потому что, конечно, с точки зрения и вооружений, военной мощи, экономики и так далее, безусловно, Запад на голову, если не на больше, опережает Россию. Россия по сравнению с экономикой, там, совокупной экономикой стран Запада, это просто карлик. И в этом смысле, конечно, видеть, как настолько превосходя Россию почти по всем измеряемым параметрам, которые необходимы для ведения войны, Запад настолько мало делает для того, чтобы остановить российскую агрессию. Ну, а с вами был Майкл Наки, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал, приходите в мой телеграм-канал Накипело, там я в вчерашнем видео на данный момент закрыл информационный вопрос с Невзлином с точки зрения того, что с ним будет дальше, ну, то есть там задержан Блинов, Блинов, я думаю, сдаст Невзлина с потрахами, поэтому больше мне информационная эта история не кажется важной в продвижении, что там, кто будет писать, поэтому появится некоторое время на то, чтобы писать посты в телеграме, посвященные уже не психопатам, которые заказывают людей, которые им не нравятся, чтобы их молотками били, а психопатам, которые нападают на чужие страны. Ну, а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok